Всем привет! Спорт.М в эфире. В течение ближайших 15 минут расскажем и покажем о важном и интересном из спорта Могилевской области. Мы начинаем. Их команда «Наше имя». Объединенный Минско-Могилевский проект «Дня ПРО» стартует в чемпионате Беларуси по футболу. Болельщикам, честное слово, огромное спасибо. Они такие у нас молодцы. Чемпионат закончен, сезон продолжается. Хоккейный Могилев выполнил задачу минимум, задача максимум – выход в элитный дивизион. Переходный турнир стартует уже в четверг. График просмотра трансляции будем стараться скорректировать так, чтобы именно мы могли поддержать наших могилевских спортсменов. Где будет фан-зона вторых европейских игр в Могилеве и как предлагают болеть? Об этом и другом – далее подробно. На выходных в Беларуси стартует чемпионат страны по футболу в высшей лиге. Могилевский «Дня ПРО» откроет сезон матчем в Борисове против чемпиона. Ну а на минувшей неделе стали известны новые подробности в деле объединения с Минским лучом. Если вкратце, от них команда и тренерский штаб, от нас база, стадион и имя, которое перевели с русского на белорусский. Домашние матчи будем проводить на Могилевском стадионе «Спартак», где уже включили подогрев. Тренироваться парни будут на торпедо. В клубе уже занялись брендированием. Рисуют новую эмблему и зарегистрировали сайт по адресу дняпро.бай. На днях обещают провести встречу с болельщиками. И еще один интересный факт. На пресс-конференции будет ходить Людос Румботис, а тренировать команду Иван Биончик. Все просто. У нынешнего наставника нет нужной тренерской категории для работы главкомом в элитном дивизионе. Дома команду можно будет увидеть 12 апреля в игре третьего тура с Мозорской славией. Заключительная игра регулярного чемпионата. Могилев на своей площадке принимал аутсайдера «Витебск». У таких поединков есть особое название, не имеющее турнирного значения. Команды завершали чемпионат на разных полюсах турнирной таблицы. И никто их оттуда уже не мог сдвинуть. Однако интерес к встрече был. Его подогревал мешкопад. Вот уже четвертый год подряд наши хоккейные львы проводят благотворительную акцию. Собирают игрушки для детей из СОС деревни Могилев. И самые активные помощники в этом – болельщики. Я Женю забыл. А моему медведю Винни. И ты готова его бросать сегодня на лед? А кто будет помогать тебе? Мне там обложат так высоко, что в обезьян. У тебя кто? Обезьяна? Обезьянка, а еще хрюшка. Сразу двоих? Да. Не жалко? Нет. Как думаешь, кому достанется, мальчишки или девчонки? Девчонки. Расскажи, как надо играть, как за ним ухаживать? Аккуратно. А кто у тебя в руках? Медведь. Готов его бросать? Добросишь? Или мама поможет? Мама поможет. Готов его бросать? Девчонки. 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 Готов его бросать? Хотели этот матч, как бы мешкопад, хотели выиграть, чтобы с хорошим настроением порадовать болельщиков. Кто-то из родных ваших пришел сегодня на мешкопад? Да. Бросали? Бросали? Добросили? Ну, наверное, да. Пожелайте себе, команде и болельщикам чего-нибудь. Болельщикам, честное слово, огромное спасибо. Они такие у нас молодцы. Начали сезон, и с каждой игрой они все добавлялись, добавлялись, добавлялись. Приезжали на выезда, несмотря на это Брест был, Новополоц. Большое им человеческое от всей команды большое спасибо. Они у нас большие молодцы. Игру с Витебском могилевчане выиграли 6-1. За 48 игр о регулярке забросили 199 шайб, больше всех. Однако сейчас все обнуляется. Начинается главная борьба за выход в элитный дивизион. Мы ждали этот момент 7 месяцев, 8, да, этот переходной турнир. И будет обидно, если кто-то из ключевых. Хотя у меня все в команде ключевые игроки. Я не считаю, что я кого-то могу выделить или наоборот засадить. То есть любой, любой наш спортсмен, который находится в данный момент в нашей команде, в нашей семье, да, он важен. И я считаю, что если у нас все будет нормально, как на данном этапе, да, то есть все в строю, я думаю, мы дадим бой любой команде. За право выступать в элитном дивизионе поборются 4 команды. Это Могилев, Оршанский локомотив, Лида и Жлобинский металлург. Первые три игры дома 28-го, 30-го марта и 2-го апреля. Далее выездная серия. Две лучших команды в следующем году получат право выступить в элитном дивизионе белорусского хоккея. Завершились республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе А. Турнир на призы президента Беларуси проходил в Орше. Могилевскую область представляла команда «Мираж из гора». На лед во время открытия турнира выезжают хоккеисты 8 команд. В дивизионе А играют мальчишки 12-14 лет. Все полны не просто надежды на хорошую игру, а решительности и боевого настроя. Кстати, этот самый боевой настрой сразу же показали «Горецкому миражу» их первые соперники – игроки «Минского медведя». И с помощью заброшенных шайб и вот таких жестких столкновений. Напор «Минчан» был действительно велик. К сожалению, шайба с подачи «Горецких» хоккеистов ни разу не оказалась в воротах соперника. Счет на табло в конце игры разгромный – 0-10. Конечно, хотели сыграть лучше, но не повезло в чем-то, может быть. В чем-то наша вина есть, конечно, но есть такое, да. Конечно, будем тренироваться, работать очень усердно и без остановок. Мы, конечно, расстроились, но надеемся сыграть и попасть в третье место. И хотя от сильного удара «Медведя» ребята не расклеились, на третьем месте тоже оказаться не удалось. В своей группе они еще раз проиграли и один раз выиграли. Впереди был стыковой матч всего лишь за пятое место. Его и получили, обыграв «Витебск» со счетом 4-2. Мы рады, что приехали сюда. Просторная арена, все хорошо, достойные соперники. Но в этом году не повезло. Думаю, что в следующем году приедем. И пока-пока-пока, всем класс. Кстати, интрига в турнире сохранялась до последнего. Этим он и был интересен. Финальная игра, счет 1-1. Остается всего лишь две минуты поединка и прозвучит сирена. И вот те самые «Медведи» солигорскому «Шахтеру» все-таки забивают решающую шайбу. И это победа. Почему из восьми только лишь пятое место? Это еще долго будут анализировать горецкие хоккеисты и их тренер. Возможно, ребятам не хватило тренировок. А может быть, настрое или просто везение. Но все же золотая шайба – это всегда праздник спорта, игровая практика и возможная самореализация в карьере. Команда «Медведи» в прошлом году заняла первое место. Она на следующий момент, эти дети уже сейчас в этом году играют в первенстве Республики Беларусь. То есть прошли подготовку. И вот хоккейный клуб «Медведь» их заявил. Они уже играют среди детей, которые занимаются в специализированных учебно-спортивных учреждениях. То есть, как бы, может, наглядный пример того, что из золотой шайбы выходят дети на более еще высокий уровень соревнований. Менее трех месяцев остается до вторых европейских игр. Организаторы предлагают болеть ярко и вместе. Если не на трибунах, то на фан-зонах они будут в каждом областном центре и крупных городах в Беларуси. В нашей области это Бобруйск и Могилев. В областном центре площадку в 2000 квадратных метров откроют по проспекту Пушкинскому рядом с парком аттракционов. Вход будет свободным. График работы фан-зоны будет с 10 утра примерно до 10 вечера. Естественно, что когда будет церемония открытия и закрытия, это более длительная церемония. Будут позже проходить, они будут, соответственно, позже длиться и работы фан-зоны. Кроме того, будет не просто просмотр телетрансляций, но также будут организованы концерты каких-то творческих коллективов. Может быть, даже рок-групп мы позовем. Организаторы фан-зоны обещают и массу подвижности с конкурсами и призами. И, конечно же, огромный экран, на котором покажут игры. Кандидатами на участие в европейских играх является порядка 30 могилевчан. Сейчас команды национальные формируются. Будем надеяться, что максимальное количество могилевчан войдет туда. И, естественно, график просмотра трансляций будем стараться скорректировать так, чтобы именно мы могли поддержать наших могилевских спортсменов. Напомним, вторые европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Королева спорта гостила в Могилевском Олимпийце. На минувшей неделе тут три дня проходил республиканский турнир в памяти заслуженного тренера БССР Василия Еремина. Молодежь с удовольствием едет сюда. Пробует свои силы в толкании молота, беге, прыжках. Дмитрий Шарко полгода назад еще толкал штангу и атлетикой занимался тяжелой. Но сменил вид на легкий и теперь толкает ядро в длину. На этом турнире за 12 метров. Где-то метр 13 обычно толкают в моем возрасте. Но ты хочешь уже толкать за 14? Конечно. Что необходимо сделать? Технике нормально научиться. Ну и прибавить мощи. Тренер что говорит, сколько времени надо? Ну тренер именно не говорит, сколько времени. А ты как сам чувствуешь? Чувствую полгода где-то еще. А это уже борьба в секторе среди девушек. Под 15 номером лидер турнира. Впрочем, к победам ей не привыкать, что даже отражено в имени девушки. Если долго тренироваться и не пропускать тренировки и не лениться, то тогда, конечно же, может все получиться. Ну в легкой атлетике много дисциплин. Почему выбрала именно ядро? Ну оно у меня как-то лучше всего получало с самого начала. Как только я начала ходить, у меня сразу же открылся этот вид и тренер это заметил. И сказал, что это у тебя будет получаться лучше всего. Как, например, у Ярослава Климова. Заниматься прыжками в высоту он начал еще лежа в детской коляске. Папа прыгал, мама с ребенком. Смотрели. Тренирую. Отец и тренер. И как могу, стараюсь передать ему опыт. Надеюсь, что он примет его. И будет прыгать выше, чем отец. Очень рад, что победил. Постоянно тренируюсь. Стараюсь. Сейчас Алексей Климов готовится к чемпионату мира среди ветеранов. А сын Ярослав к балтийским играм. Пожелаем им удачи. Футбольный клуб «Горки» в нынешнем сезоне вновь выступит во второй лиге чемпионата Беларуси. На республиканский уровень многократный чемпион нашей области вернулся в прошлом году. Однако в итоге финишировал в конце турнирной таблицы. Из такого результата сделали выводы. Вторая лига сейчас сильная на самом деле. Ну, не как в те годы были, да. Ну, и мы не ожидали, что такие команды будут. Все молодые, а у нас как бы все на опыте только были. Вот. Сейчас вот команда молодилась. Будем, думаю, будем выступать получше. В коллективе тоже дружные все. На выезды ездить. Ну, интересно. То есть, ну, все играли и хотят играть. Все любят футбол. «Горки» стали сильнее благодаря двум экс-футболистам Бобруйской Белшины – Алексею Тупчу и Руслану Копанцову. Также за команду из «Райцентра» во второй лиге чемпионата Беларуси будут выступать еще несколько известных игроков – Артур Левицкий, Александр Сазанков и Антония Сияка. В межсезонье «Горки» провели три спарринга. Коллектив «Израицентра» уступил «Минскому торпедо» и «Речицкому спутнику» с одинаковым счетом 0-3. Также подопечные Василия Ефименко одолели дубль Могилевского клуба «Дняпро» 2-1. В прошлом сезоне мы оказались в долгу перед большой аудиторией. Тем более в «Горках» на все игры заполнялся стадион на 70-90%. Поэтому мы должники, и я хочу, чтобы в этом сезоне мы порадовали своих болельщиков и хочу, чтобы появились среди молодых звездочки, которые еще в дальнейшем себя проявят на более высшем уровне. Всего же во второй лиге в нынешнем сезоне наш регион представят три команды. «Горки», «Осиповичи» и «Бобруйская», «Белшина-2». На сегодня все новости. Это была передача «Спорте». Мы увидимся, как обычно, через неделю на телеканале «Беларусь-4». Могилев. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова